Дул тёплый весенний ветер, ласково играя с кружевными занавесками. Солнышко, отражаясь в чашке горячего ароматного чая, танцевало на потолке с солнечными зайчиками утренней танго. Аромат ванильного горячего печенья окутал кухню и пошёл блуждать по всем уголкам квартиры. Марин, иди завтракать! Ну, прям как маленькая, не дозовёшься её, бурчала мама. Каждое утро одно и то же. Ну, мам, не обижайся, я правда уже опаздываю, чай пить не буду, а вот от твоего печенья не откажусь. И схватив несколько печенек и поцеловав маму в щёчку, побежала, цокая каблучками в короткой милей юбке по весенней улице. Ух, хоть бы не опоздать, но минут пять у меня в запасе есть, думала Марина, вдыхая весенний воздух. Солнце ярко светило. Птицы громко щебетали, перекрикивая друг друга. А впереди шёл парень, среднего роста, в потёртых джинсах, белой майке, спокойной и уверенной походкой. Марина только хотела отвести беглый взгляд от парня, как солнечный луч ярко сверкнул и привлёк всё внимание Марины. Да ну, не может быть! В ухе у парня была золотая серьга, которая не просто сияла, она просто горела на солнечном свете. Марина ускорила свой шаг и, догнав парня, хотела поближе рассмотреть сверкающую серьгу, как случилось то, что Марина никак не ожидала увидеть и в страшном сне. Парень резко развернулся, схватил Марину за обе руки и отшевырнул от дороги в сторону, где через секунду пронёсся на бешеной скорости автобус, скрипя шинами по асфальту и поднимая клубы пыли. Как в старом чёрно-белом документальном фильме Марина стояла растерянно, ещё не осознавая до конца, что с ней произошло, она смотрела след автобусу и на спокойную, уверенную, удаляющую походку своего ангела-хранителя. КОНЕЦ 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 Продолжение следует...